Здарова народ! И сегодня хочу с вами поделиться, как из остатков материала я в ванной комнате загубенил себе классную столешницу. Погнали! И мы плавно переходим в сантехническую часть, в мой санузел на первом этаже. И сегодня расскажу, как я там сделал столешницу и достатков хлама. Сделать я буду из профильной трубы, которая у меня осталась еще с монтажа лестницы из профильной трубы. Как раз осталась одна труба, ее некуда было деть, поэтому в качестве каркаса под будущую столешницу самое то. Ничего покупать не надо, она валялась без дела, поэтому я сейчас спущу именно на монтаж столешницы. Нарезаю детали и создаю будущий каркас. При работе с металлом не забываем, что болгарка должна резать на себя и ни в коем случае не режьте трубу в шлепках. Сделал заготовку из пяти профилей, теперь необходимо их просверлить, чтобы в будущем я смог закрепить их как-то на стенку. Теперь необходимо выбрать угол, где в будущем будет располагаться моя столешница. Делаю разметку, где в будущем ляжет каркас для будущей столешницы. И по этим разметкам проделаю отверстия. Теперь в эти отверстия я буду забивать специальные дюпеля по газобетону, а сам каркас металлический буду крепить на глухари. Это будет прочно и надежно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стараюсь сделать все идеально по уровню, потому что в будущем под каркасом столешницы у меня должна идеально плавно встать стиральная машина. Поэтому 1-2 см там будет здорово играть роль. Продолжение следует... 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 элемент и в этом не поможет моя супруга она поддержит я прихвачу все прихватил каркас готов теперь полностью проварим его во всех четырех углах каркас практически готов теперь необходимо делать подготовительные работы я продал вот такую мойку и сейчас эту мойку нужно поместить в сам каркас для этого необходимо выполнить подготовительные работы как именно я хочу ту часть которая будет спрятана в стяжке то есть залить на цементе нужно покрутовать бетоноконтактом чтобы она хорошо и цепка прилипла к нему уже в дальнейшем никуда не двигалась потому дальнюю столешницу крепить на болты я не хочу чтобы в будущем избежать трещин а так у меня везение очень большое оно так и будет поэтому лучше просто и и закрепить теперь необходимо сделать направляющие рельсы на эти самые рельсы по уровню встанет сама мойка и ниже она уже никуда не денется размещаю две рельсы из арматуры восьмерки приблизительно наживляя их наживляя их по уровню и еще у меня остались три прутка сделал рядом там не будет столешницы но для усиления каркаса и в будущем стяжки чтобы она никуда ниже не убежала это будет самое то мне выкидывает же правильно ну все закончили приваривать и идем за самой мойкой берем мойку и делаем примерный расчет где она будет в будущем располагаться примерили в принципе смотрится неплохо размещаю закрепите пока никак не могу будущем будет стяжка но чтобы из всех щелей не потекла стяжка вниз большие отверстия за силиконе вы этот тюбок набрежал больше трех лет коробки с работностью не вышел написано что это герметик но в моем случае он будет играть роль как бы гидроизоляции от будущей стяжки поэтому мне самое то выжимаем все что есть и выбрасываем сразу дальше нижнюю часть тоже на как-то плотно зафиксировать фиксировать я буду с помощью обычной монтажной пены а вот вторую часть где уже будет непосредственно стяжка я сделаю как каркас то есть из обычного кусочка фанеры не забудем фанеру покрыть клеенкой чтобы вода не впитывая саму фанеру водопровод у фанеру всем чем у меня есть брусочками трубками от отопления в общем всем чем можно лишь бы это выдержало когда будущем будет стяжка что все да не упала и не растеклось подойдет все что угодно но естественно весь даже металл покрывают бетоноконтактом у меня его осталось пол ведра долил туда еще пол ведра воды и теперь мне целое ведро ну выкидывать жалко ну да скажу зачем ты металл покрываешь никто не покрывает бетоноконтактом и я покрываю потому что вы сейчас смотрите ну делаем съемную опалубку из этого же кусочка фанеры которым не остались в будущем там будет гипсокартонный кусочек но сделать сейчас стяжку я немножко что-то испугался поэтому пока сделал съемную опалубку потом уже намертво посажу еще раз уже гипсокартон фиксирую и мы практически готовы к залитью но перед этим нужно сделать еще парочка элементов по самой столешнице мне нужно закрепить еще умывание закреплять я буду также с помощью пеноплекса и пены пеноплексом сделаю распор он будет играть у меня роль опалубки несъемной будущему там останется а пустоту заполняю пены пена разопрет пеноплекс подержит и все мойка никуда не денется выстраиваю съемный каркас в будущем делаю себе пометку по высоте сколько должна будет в будущем выглядеть моя стяжка ну и стяжка в данном случае это будет заливка цемента чтобы было какое-то основание и границы я сделал из уголков малярных будущий ориентир то есть по ним буду выравнивать а стяжка должна будет выполнить на сантиметр ниже чем сама мойка чтобы в будущем туда же плитка наводим раствор так я уже привык не забывают о пластификатора чтобы раствор медленно набирал прочность и меньше потрескался используя обычную марку м300 обычный раствор начинаю с углов и иду в сторону залить и по возможности вибрируем чем можем я убрал шпателем чтобы раствор хорошенько осел армировать маленький сантиметровый слой в принципе нет смысла там в будущем ляжет еще плитка поэтому это как бы заполнительный слой то есть он никакой нагрузки не несет ну и плавно перетекаем в ту часть столешницы где будет сам большая масса где нужно будет тщательно проработать все это заполнить начинаю по основанию и далее уже начну шмякать в центр как видите находится арматура которая будет также нести и держать эту армированную плиточку который еще залью чтобы она то не упала вниз тексты на предыдущие ролики знаю что все утепление подстяжка на первом этаже у меня выполнено с помощью и ппс толщиной 50 миллиметров от компании пеноплекс все мы знаем что это материал обладает безопасностью экологичностью высокой теплозащитой но самое главное для меня именно для монтажа и столешницы материал еще и легкий я также хотел по началу использовать пенопласт но пенопласт слишком мягкий а вот пеноплекс довольно таки прочный давляю две пластины двухсантиметровой пеноплекса и моя столешница в принципе по площади если посчитать то где-то станет легче на 20-30 килограмм это довольно таки ощутимо к тому же идет экономия за счет раствора если скором времени вы тоже планируете купить качественный утеплитель то ссылочка на данный продукт будет в описании положил то пеноплекс облегчил я всю эту массу она без того тяжелая и не забудем добавить еще туда сеточку сетка очень важно сетка добавит прочности моей залитой столешницы буквально два сантиметра над пеноплексом и два сантиметра до верха внутри будет армирующий слой это красота сетка которая будет держать мою конструкцию таким образом я получил монолитную плиточку которая разместилась в моей столешнице и в будущем на уже не в принципе никуда не денется на следующий день я уже снял опалубку и проверил как она себя ведет снял клеенку снял все и посмотрел что там в конце получилось как там чё потрескалось нет как видите где была клеенка там аж слой блестит то есть влага никуда не делась залилась все очень замечательно ну в общем снизу смотрится не очень наверху мы сделаем очень подождали три дня моя столешница залитая высохла теперь необходимо перейти к подготовительным работам и уже в будущем к монтажу самой плитки первому этапу первый этап опять же бетоноконтактом мажу все что есть в радиусе столешницы то есть саму столешницу ну кроме естественного маленько все покрываю бетоноконтактом и вам не забыть заполнить ту часть где была съемная опалубка заполняю я гипсокартоном чтобы в будущем стена и столешница у меня было одним единым слоем заполняю все это слой точнее замазываю также бетоноконтактом жду еще сутки и в будущем к этому то на контакту я буду уже приклеивать мою плитку тот скажет лёха ты чё перешел с бетума на бетоноконтакт да нет просто мне одевать некуда поэтому буду мазать все что считаю нужным ну а теперь отрезаю плитку которую купил на авито где взял и почем расскажу в следующем ролике в общем плитка у меня классная но к сожалению плитка у меня напольная сделаю заусовку из самодельного станка если интересно как его сделал а лучше не надо я в следующем ролике вам покажу делаю бюджетную заусовку и размещаю эту плитку с левой стороны от будущей столешницы в общем разметил я все плитки которые только можно по контуру столешницы чтобы в будущем уже все это наглядно разложить и собрать почему потому что делать в первый раз то сейчас не понимаю что здесь происходит это называется бюджетная заусовка так у меня руки трясутся как у 30-летнего алкаша я в принципе просто зафиксировал болгарку на ком-то прочной конструкции и уже на не движущейся не шевелив все болгарки сам маленькими движениями сделал заусовку плитки ну а теперь примеряем как будущем будет выглядеть моя столешница собираю все детали и смотрю что получилось где нужно подрезать где нужно отрезать вот как то так будет выглядеть в будущем столешница теперь берем обычный клей и намазываем очень важная информация которая все выяснил это что для разного размера плитки используется разный клей то есть клей для плитки 30 на 30 не подойдет для плитки 60 на 60 почему не знаю но по крайней мере это я узнал недавно и для меня это было открытие намазываю столешницу и плитку плиточным клеем и с помощью оконного держателя плюхаю туда свою плитку стараясь плитку по уровню и чтобы плитка была выше именно выше моей будущей мойки на 21 миллиметр зачем чтобы если там была будущем вода она стремилась скатиться в мойку они остаться на столешнице или тем более пойти на пол делаю подготовительные работы в качестве малярного слоя потому что в будущем сейчас будет делать заусовку из доборов и плитка будет сползать вниз где прижимаю плитку и делаю бюджетную заусовку что такое бюджетная заусовка сейчас покажу это то когда две плитки соприкасаются под углом 45 градусов и между ними остается зазор еще буквально в миллиметр и они с друг другом не совсем соприкасают то есть стык у этих плиток он открыт а потом в будущем будет замазать раствором и все это будет красиво аккуратно и гладенько для того чтобы сделать профессиональную заусовку нужен станок у меня его естественно нет у меня бюджетная стройка поэтому делаю из доступных материалов доступным способом а уже потом сделать красивую затирку я что-нибудь придумал делать колхоз тоже не охота помощи накладных уголков поэтому стараюсь найти что-то общее между колхозом и как делать профессионалы в общем получится мой вариант в конце увидите оценочки поставить выстраиваю всю плитку по уровню и также соблюдаю чтобы плитка была на 1 2 миллиметра выше столешницы для меня было большим открытием узнать что рукомойник и умывальник как его назвать не знаю предназначен для того чтобы их поставили на тумбочку а вот чтобы утопили в столешницу видно до этого только я додумался и кое было открытие оказывается там углы и грани все непрямые они все выпукло выпукло и в пуклообразной а на плиткорезе я плитку резал ровно и когда сопоставлял у меня получилось что в общем то что получилось но я покажу вам в конце так как верхние грани очень маленькие пришлось подождать около суток чтобы они подсохли чтобы в будущем к ним можно было приклеить малярный скотч чтобы они поддержали нижнюю плитку ну и также фиксирую нижнюю плитку а что было красиво размещение использую крестики и систему свп жду пока мы остались засохнет и на следующий день готов приступать затирки затирку подбирал необычным способом мы пошли прямо с плиткой в магазин там был стенд и по плитке по стенду мы прям подобрали затирку чтобы она слилась с плиткой и вообще не было видно был ли там шов не было там шва затирка дорогая поэтому на будущее я решил кое-что придумать об этом расскажу позже наносил затирку естественно резиновым шпателем чтобы не поцарапать а вот затирал уже я нашел более интересный способ в интернете когда затирка схватилась буквально 3-4 минуты там парень нанес губку влажную нее и сверху правил влажным пальцем и получилось идеально я решил сделать так же как ни странно получилось так же красиво аккуратно когда все это потом высохло я еще раз все это губкой вытер и то что получилось сейчас можете наблюдать по чесноку это столешница мне стало в 1000 рублей потому что я сделал из остатков материала усоп ушел мешок цемента и пачка плитки в принципе ну и сам рукомойник но мы его не считаем потому что там рукомойник можно купить и за 40 и за 50 и за 100 тысяч почему хронометраж это неправильно ты начал именно с мойки а не с полов потому что скоро 8 марта и по хронологии роликов следующий ролик будет посвящен подарку на 8 марта и эта столешница обязательно должна была быть в этом ролике чтобы в будущем картинка сложилась единая но все будет потом самосамостройщик лёха всем счастливо пока пока увидимся ровно через недельку